В эфире новости в студии Виктор Тихонов. Здравствуйте! Говорим о главных событиях дня. Подробности далее в программе. В городе Покрове Петушинского района у жилого дома перевернулся строительный кран. Ремонтные работы проводились на улице Третьего Интернационала. Как сообщает администрация района, среди местных жителей пострадавших нет. Поврежден автомобиль. После инцидента кран оперативно подняли и он уехал. Бюджет 2023 года сохранит социальную направленность. Сегодня в Белом доме состоялась коллегия, на которой обсудили основные параметры главного финансового документа региона. Подробности далее. Первый вице-губернатор, он же директор Департамента финансов, сразу предупредил – это лишь проект. В течение года бюджет будет корректироваться неоднократно. Пока же известно, что он будет дефицитным. Доходная часть – почти 85 миллиардов, расходная чуть больше 92. На населении дефицит в 7,5 миллиардов никак не скажется. Социальные обязательства перед населением, это и зарплата, это и все выплаты. При любых условиях, при любых раскладах экономических должны выполняться. И эта тема не обсуждается. Зарплата бюджетников и социальные пособия в будущем году увеличится больше, чем на 6%. Это выше инфляции, которая прогнозируется на уровне 5,5. В 23-м продолжится строительство школ, в том числе с привлечением федеральных денег, в Покрове, Суздальском районе во Владимире. За счет собственных доходов регион строит школы в Вязниках, Суздале и Гусь-Хрустальном. Есть задача – уделять внимание и досугу детей. В связи с этим, возможно, дворец творчества юных во Владимире со временем превратится в государственный дворец детей и молодежи. Предварительные расходы, которые мы считали перед тем, как обсуждали этот вопрос, потребуют порядка 700 миллионов рублей. Поэтому говорим о том, что не менее 200 миллионов рублей ежегодно нужно для того, чтобы привести этот дворец в порядок. В сфере здравоохранения продолжится модернизация поликлиник-амбулаторий фельдшерско-акушерских пунктов. На строительство и реконструкцию этих объектов предусмотрено полтора миллиарда рублей. На приобретение лекарств в бюджет заложили 3 миллиарда. Это позволит обеспечить препаратами почти 400 льготников. Поддержать экономику регион планирует за счет наращивания инвестиций и развития промышленности. А сельское хозяйство планирует развивать в том числе за счет введения в оборот неиспользованных земель. Губернатор поставил задачу актуализировать все данные в разрезе каждого муниципалитета. Департамент представил уже докладную записку на имя губернатора. В ближайшее время, 10-15 ноября в этот промежуток времени, Александр Александрович будет проводить совещание с постановкой задачи до каждого муниципалитета по вводу неиспользованных земель в оборот. Такая задача стоит и безусловно это даст дополнительный толчок для роста всей отрасли. Впереди утверждение проекта бюджета законодательным собранием, после чего свою подпись на главном финансовом документе поставит губернатор. Бюджет гарантирует выполнение всех социальных обязательств и национальных проектов, утвержденных президентом России Владимиром Путиным. Александр Инин и Дмитрий Шаталов. Продолжаем выпуск. Режим повышенной готовности никак не скажется на обычной жизни жителей региона. Об этом заявил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Он напомнил, что такие меры вводились при пандемии коронавируса. Это было необходимо в первую очередь для обеспечения стабильности объектов экономики и инфраструктуры. В связи с вновь объявленным режимом повышенной готовности в области создан оперативный штаб. Его возглавляет губернатор Александр Авдеев. Задача органа – держать ситуацию под постоянным контролем, обеспечивать правопорядок и безопасность жителей региона. И никаких дополнительных ограничений мы не планируем и не собираемся вводить. По крайней мере, никакой такой задачи сейчас не стоит. И если возникают настроения или какие-то сообщения, просьба относитесь к этому критически, с сомнением и дождитесь официального разъяснения. На оборонные предприятия Владимирской области набирают сотни новых сотрудников. Работников для военных заводов ищут на вакансии от слесарей до инженеров. Всего требуется более 600 специалистов. Ярмарку вакансий для предприятий оборонного комплекса объявила администрация Владимирской области. С предложениями можно ознакомиться 25 и 26 октября. Вакансии будут предложены в пяти городах региона. Сегодня в Белом доме состоялось оперативное совещание. На нем обсудили меры поддержки мобилизованных и их семей. На этой неделе всем резервистам выплатили по 100 тысяч рублей, сообщил директор департамента соцзащиты населения Любовь Кукушкина. Она подчеркнула, что главы муниципалитетов регулярно встречаются с семьями мобилизованных и помогают решить все возникающие проблемы. Всего в регионе открыто 20 пунктов, где оказывают разного рода помощь родственникам резервистов. Важно, что межведомственное взаимодействие на местах более плотно надо организовывать, потому что разного плана вопроса и только совместно можно решить. Скажу, что многие главы конкретно встречались с семьями и там, где встречались, вот я знаю, оттуда никаких обращений, ни жалоб, ни вопросов нет. Участники волонтерского движения «Своих не бросаем» в Юрьевпольском меньше, чем за месяц собрали свыше 700 тысяч рублей. Большую часть средств потратили на закупку экипировки для резервистов. Ею были обеспечены 52 мобилизованных, еще 45 комплектов в запасе. Чтобы сэкономить добровольцы движения, старались все вещи покупать на оптовых рынках. На данный момент объявлен сбор на приобретение тактических перчаток и очков. Также нужны фонарики, батарейки, компасы и аптечки. Волонтеры отчитываются за каждый потраченный рубль. Сейчас на счету чуть больше 90 тысяч. Мы не можем приобрести все, что хотелось бы обеспечить всем, но мы можем самым необходимым. То есть мальчишки у нас одеты с головы до ног. Это носки, термобелье, полощи, балаклава тонкая, балаклава толстая, шапки, медикаменты. Анастасия Жемкова объявила сбор помощи в конце сентября. На ее публикацию откликнулись сотни людей. Акция объединила весь Юриевпольский район. К движению присоединилось молодежное объединение «Открытые сердца». Активисты открыли пункт сбора помощи в Христо-Рождественском храме. А школьники целыми классами приносят для отправки военнослужащим теплые вещи и сладости. Жители района привозят коробки с продуктами и медикаментами и перечисляют деньги. Сумма, конечно, большая, колоссальная. Собирали все церкви, школы, обычные, вот все мы обычные люди. Очень хочется сказать всем огромное спасибо за помощь, за то, что принимаете участие, за то, что вы нас поддерживаете, за то, что помогаете. Ну что, будем работать дальше. Нам есть ради кого работать. Они работают ради нас, а мы работаем ради них. Резервистам помогают не только неравнодушные жители региона. Столичные артисты выезжают на гастроли, чтобы поддержать военнослужащих. В одной из воинских частей Владимирской области перед мобилизованными выступила московская рок-группа «Зверобой». Татьяна Гордеева расскажет подробнее. Тема патриотизма сегодня для рок-группы «Зверобой» главная в творчестве. Музыканты регулярно выезжают в воинские части с концертами. Не раз бывали и на Донбассе. Исполнители уверены, их выступление резервистам необходимо не меньше, чем снаряжение. Хорошая песня поднимает боевой дух. Надеюсь, что мы поддержим их как раз в этом. Ну, то есть дадим им какой-то дополнительный импульс такой, чтобы они завтра поехали уже с высоко поднятой головой. И точно представляю, что до чего они туда едут. Едут защищать родину, как бы то ни было. Группа «Зверобой» существует около 15 лет. Музыканты выпустили пять альбомов. В репертуаре порядка ста песен. Свой стиль они определяют как русский рок. Сейчас свою главную задачу исполнители видят в поддержке защитников Донбасса. Сейчас, конечно, мы уже не можем остановиться, мы не можем бросить на полдороги. Сейчас самое время, когда надо снова и снова писать, снова и снова людям напоминать, что там война, что она буквально вот уже в Белгороде она, понимаете. В Курске, в России уже. Да. И вообще Донбасс уже тоже Россия. В общем-то, об этом и поём. Это очень важно. С мобилизованными пообщался депутат Государственной Думы Алексей Гавырин. Он постоянно приезжает в воинские части, где проходит подготовку мобилизованные. В частности, депутат Госдумы проверяет бытовые условия, которые созданы для резервистов. Условия нормальные, все вопросы решаются. Очень большая поддержка со стороны губернатора Владимирской области. Организован такой фактически постоянно действующий штаб. Губернатор сам здесь очень часто бывает. Есть обращения по бойцам, которые считают, что их мобилизовали ошибочно. По каждому обращению работаем. Есть тех, кого вернули домой. В гарнизонном доме офицеров культурные события для мобилизованных проводят регулярно. Сюда приезжают творческие коллективы из Владимира, а также артисты из российской столицы. Очень замечательно прошло выступление Владимирского коллектива «Владимирские рожечники». Ну, чтобы вы понимали, насколько важна эта работа, зал встал и запел День Победы. 500 человек. Это нельзя заставить их сделать. Это должно от души идти. Помогает отлечься от каких-то грустных мыслей. То есть, когда ты стоишь в зале и наблюдаешь, человек светлеет лицо, он начинает хлопать и петь вместе с артистом. Это значит, что ты свои цели достиг. Для мобилизованных проводят акцию «Возьми с собой книгу». Литературу приносят местные жители и сотрудники библиотек. Резервисты могут выбрать любое произведение. По мнению организаторов проекта, такое внимание помогает бойцам ощутить поддержку от земляков. А это им сейчас важнее всего. Татьяна Гордеева и Дмитрий Шаталов. К другим темам. Областная прокуратура выявила нарушение при строительстве новой школы в Коврове. Выяснилось, что прочность материала фундамента в одном из блоков не соответствует требованиям проекта. При этом строители не приняли никаких мер. Надзорные ведомства считают, что из-за этого идет отставание от графика. Подрядчику внесено представление. В Усть-Хрусталин началась модернизация теплосетей. На эти цели городу предоставлен льготный кредит 1 миллиард рублей. Источник финансирования – Фонд национального благосостояния. Что же удалось сделать, расскажут мои коллеги. Улица Люксембургская. Подрядчик уже приступил к активной фазе работ. Строители меняют ветхие трубы. Раньше за содержание и эксплуатацию труб отвечали заводы и фабрики. Позже весь тепловой комплекс передали на баланс города. Но последние 30 лет он не ремонтировался. Специалисты говорят, новые трубы не только уменьшат количество аварий, но и позволят экономить энергию. Срок их эксплуатации – не менее 25 лет. Они имеют усиленную теплоизоляцию. Раз, что существенно снижает потери тепловой энергии через поверхность. Второе – они герметичны и защищают саму стогную трубу от различных явлений влаги и так далее. Общая протяженность объекта – полтора километра. Стоимость работ – почти 20 миллионов рублей. К новой теплосети подключат сразу семь домов. На Октябрьской улице, Люксембургской, Луначарского и на улице Калинина. А также городскую библиотеку. Все работы на этом участке планируют завершить до конца года. А благоустроят территорию после ремонта уже весной. Также немаловажный фактор, что работы проводятся без отключения потребителей. То есть сейчас уже идет отопительный сезон. Во всех домах отопление есть. Новые теплотрассы укладываются параллельно, без отключения домов. Единственный будет небольшой период, когда переврезка будет дома на уже новую сеть поснабжения. Менят старые трубы и на улице Микрорайон в районе дома номер 36. Здесь на замену сетей потратят 10 миллионов рублей. Работы планируют завершить также до конца года. При этом подрядчик уже выполнил благоустройство придомовой территории. В дворах полностью заменили асфальт и восстановили тротуар. Ольга Альфимова, Игорь Липский и Сергей Власов. В Александровском районе 450 человек остались без света. Инцидент произошел из-за самовольного подключения к сетям одной частной фирмы, сообщают энергетики. На незаконном подключении фирму поймали еще в минувшую субботу. Это помогла выявить авария на одной из подстанций. Поломку ликвидировали, организацию от сети отключили. Но сегодня ситуация повторилась. Без света остались сразу несколько многоквартирных домов. Владимир Энерго предстоит вновь устранить последствия незаконного подключения. С нарушителями поможет разобраться Ростехнадзор. На улице Белоконска в Владимире завершаются строительные работы. Здесь создается общественное пространство с местом для прогулок, детских игр и занятий спортом. В игрорайоне проживают около 20 тысяч владимирцев. На приеме у главы региона люди попросили благоустроить территорию. Проект получил финансовую поддержку администрации области. Подробности далее. Эту площадку на улице Белоконска не ремонтировали с советских времен, говорят местные жители. Сегодня здесь развернулись масштабные работы. Рядом с домами строят современный спортивный городок. Рядом в ближайших дворах вообще ничего подобного. Там одна-две горки и все, больше ничего нет. Дети будут прекрасно рады вообще. Уже даже готовы идти, подрастем и все. И можно будет бежать. На этом поле вскором можно будет играть в мини-футбол. Сейчас здесь делают специальное покрытие для безопасности спортсменов. Подрядчик к работам подходит ответственно. Его выбирали на конкурсной основе. Специалисты говорят, спортивный объект сдадут к ноябрьским праздникам. Главное – выполнить работу качественно. Проект благоустройства поддержали все органы власти. Проект из двух миллионов вырос в почти 15. Благодаря губернатору, который поддержал этот проект и выделил сумму порядка 10 миллионов рублей. А также город 3 миллиона добавил и 2 миллиона, те, которые входили в сумму моих наказов. По совету главы региона Александра Авдеева к проекту благоустройства власти города подошли комплексно. В порядок приводят всю инфраструктуру. Рядом со спортивным городком оборудуют парковочные места. Также вместо тропинок здесь появятся пешеходные дорожки. Видите, сделали тротуар из брусчатки. В дальнейшем здесь будет благоустройство рядом слева-справа. И также будут установлены парковые светильники. Более отдаленная, но реальная перспектива – инвестиции в строительство современного хоккейного корта рядом с домом номер 10. Также на улице Белоконской Владимирская мэрия планирует возвести ФОК, где жители смогут заниматься баскетболом, волейболом и мини-футболом. Екатерина Кравченко, Марина Елькина и Дмитрий Шаталов. И к другим новостям. Завтра жители Владимирской области смогут стать свидетелями одного из главных астрономических событий года. Частичное солнечное затмение начнется в 12.26 по московскому времени. Спустя 75 минут Солнце будет максимально закрыто Луной. Встреча небесных светил завершится в 14.53. В Владимирском планетарии сообщили, все желающие завтра могут прийти и наблюдать частичное солнечное затмение с помощью телескопа. А тем, у кого нет такой возможности, советуют использовать специальные очки или кусочки стекла темного цвета. Невооруженным глазом ни в коем случае нельзя, и тем более нельзя в оптические приборы без специальных светофильтров. Это очень опасно для зрения, поэтому нужно запастись специальными фильтрами или использовать подручные средства. Например, можно использовать сварочные стекла. Лучше брать самые темные. Можно использовать и другие средства, например, старые рентгеновские фотоснимки, то есть черную пленку. И о спорте. Футбольный клуб «Торпеда» Владимир провел очередной матч в рамках первенства России. На этот раз соперниками черно-белых стала команда из Твери. Игра прошла на нейтральном поле в Орехово-Зуево. Кто победил, подробности узнаем прямо сейчас. С первых минут матча торпедовцы завладели инициативой. Это позволило создать сразу несколько опасных моментов у ворот соперника. Уже на 12-й минуте игроки «Торпеда» пошли в атаку. Счет открыл Виктор Чувилов. Это, конечно, здорово. Это фантастика. «Торпеда» и первый гол забивает торпедовский коллектив. И на кого он будет засчитан? Будет засчитан он, по всей видимости, на Виктора Чувилова, третьего номера, который все организовал в этом эпизоде абсолютно. После этого игра продолжилась в спокойном формате, безопасных моментов. Инициативой владели игроки «Торпеда». Но на 32-й минуте черно-белые допустили серьезную ошибку в обороне. Этим и воспользовались игроки Твери. И сравняли счет. Ой, какой момент. Это встречный гол из ничего просто. Из ничего получается. Гол Твери. Жуткая ошибка обороны «Торпеда». Во втором тайме ставки повысились. Ни одна из команд не хотела отдавать победу. Футболисты обменивались атаками. Но все удары были мимо ворот. На 83-й минуте игрок «Торпеда» Дэнни Далиев вышел один на один с вратарем соперника и забил гол. Итоговый счет матча так и остался 2-1 в пользу Владимирского «Торпеда». Комментируя итоги, наставник «Черно-белых» сказал, что для клуба эта игра была очень важной. Команде нужно было сохранить место в первой пятерке турнирной таблице. Все понимали, что нужен край результат. Очень нужен результат. Мы его добились. Благодарю футболистам. Была самоотдача, была организация игры хорошая. Атаки доходили неплохо. Конечно, не без каких-то погрешностей, но в целом нормально. А перед клубом из Твери стояла задача попасть в первую шестерку турнирной таблицы. Но сделать это игрокам не удалось. Хорошая игра. Но все равно я склоняюсь к тому, что у нас больше было в голевых моментах именно с игры. Со стандартом, да, у Владимира было где-то поинтереснее. Но сама игра нашей команде мне понравилась. И я поблагодарил ребят после игры за игру. После этой победы у торпедовцев 24 очка. Команда поднялась на четвертую позицию турнирной таблицы. Следующую игру «Черно-белые» проведут с «Динамо» из Вологды. Матч назначен на воскресенье 30 октября. Ирина Начарова и Игорь Липский. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, чтобы не пропустить важные события. Если вам нужна помощь журналистов, звоните в редакцию по телефону 32-62-33. Я с вами прощаюсь, а наш эфир продолжит программу «Здесь и сейчас». Ее ведущий Илья Архипов уже в студии. Илья, добрый вечер. Виктор, приветствую тебя. О чем сегодня будете говорить с гостем? А что города и районы понимают под выражением «комфортная среда»? Выясним после рекламы. Не переключайте.